всем большой привет всем здравствуйте спасибо большое что зашли на это видео приглашаю всех любителей мультихромов на это видео хочу показать сегодня вам три макияжа я их делала не только сухими мультихромами от jd glow но также и использовала вот такую вот однушку жидкую от наташи диноны в оттенке ультра вайлит небольшие выводы наверное в конце этого видео сделаю думала что макияжа получится чуть более носибельными но вы что вышло то вышло наверное получились разные и я думаю что кто-то для себя что-то может подобрать также хотела показать всю красоту этих оттенков в общем поделиться с вами такой любовью к мультихромом если вам интересно то конечно же оставайтесь со мной база по тени от кика нанесена и хочу начать наверное с того что сделаю подложку темным карандашом это мой кремовый карандаш из проекта номер 17 такой темно-темно синий уже видите вот вылезает во все стороны им я сделаю небольшую такую базу и дальше продолжим уже с тенями далее кисточка от urban decay растушевываю этот темно-синий и на тонкую скошенную кисточку набираю черный оттенок у меня это палетка it cosmetics naturally pretty обычный черный матовый подойдет и я хочу сделать такую как типа стрелочку ближе к ресницам чем наношу этот черный вывожу маленькую стрелочку может пока это выглядит неопрятно но потом если что я исправлю ситуацию и на вот такую плоскую кисточку я нанесу оттенок transforming pearl это просто белый светлый оттенок его я хочу нанести себе под бровь далее я продолжаю наверное с самыми яркими оттенками но посмотрим что у меня получится я беру худо neon obsessions ее девятку пигментов которую очень люблю у меня это оранжевая версия и я хочу начать с того чтобы закладывать века думаю начну вот с этого розового посмотрим может быть сразу добавлю еще фиолетового но в принципе хочу начать вот с этого розового и я им буду прорисовывать внутреннюю складку века сейчас все поймете у меня тут нависшее веко и оно такое очень серьезное поэтому мне достаточно сложно такие мелкие детальные работы тут производить но пытаюсь как могу вообще приучить себя как-то здесь рисовать красиво тени ну вот так я пока оставлю это выглядит не растушеванным но я продолжу тушевку вот этим вот матовым оранжевым оттенком из палетки и на вот такую как бы растушевочную кисточку аккуратно набираю начну потихонечку наверное с внутреннего уголка и буду подниматься чуть выше и далее я беру вот этот желтый оттенок посередине тоже очень очень аккуратненько и буду его наносить еще чуть выше буквально уже как бы на самый краешек всей моей тушевки наверное для кого-то это будет все таки тумач и слишком ярко ну что пришло время наверное все таки нанести главный мультихромный оттенок и у меня это будет тени от jd glow одиночный оттенок который называется элот это вот этот вот красивенный фиолетовый с таким бронзово-оранжевым переливом я его буду наносить на вот такую кисточку для тени он в принципе хорошо пальцем наносится но я хочу показать как-то работает кистью и наношу его вот здесь на центр и также аккуратненько распределяю по веку я немного залезаю туда на этот розовый оттенок который я нанесла первым потому что у меня очень такое нависшее век и мне кажется мне надо его немного раскрывать особенно когда я смотрю прямо мне кажется это лучше так вот выглядит как-то возвращаюсь немножко к этому розовому опять и хочу чуточку подтушевать здесь вот эти буквально аккуратненько края которые вылезли и теперь продолжу с нижней тушевкой беру опять вот эту кисточку на которой я наносила черный и вот этот фиолетовый свой оттенок и я буду его наносить на нижнюю часть века так смахиваю осыпание что мне здесь произошли хочу продолжить с нижним веком и нанесу оранжевый оттенок крайний нижний на более внутреннюю часть века этой же кисточкой соединяю фиолетовый и оранжевый розовый немножко туда добавлю и вот эту вот крайнюю часть подтушевываю вот этим серединным оттенком желтеньким не очень стушевывается добавлено на немного еще оранжевого между ними попытаюсь как-то так ну и конечно наверное добавлю немного блесток и на нижнюю часть века я думаю что я добавлю немного вот этого оранжевого оттенка шиммерного топера ну он в принципе мне кажется и так хорошо смотрится и во внутренний уголок глаза хочу нанести вот этот розовый топпер шиммерный так мне нужно наверное сгладить вот этот вот внутренний здесь фиолетовый как-то очень ярко я хочу вернуться со своей растушевочной кисточкой и я думаю что добавлю желтого оттенка вот этого который посередине он более такой приглушенный растушую вот этот фиолетовый этим желто-оранжевым я думаю что подверду немного с верхнюю слизистую теперь черным карандашом накрашу ресницы губы и уже тогда вернусь к вам с полным образом ну что вот такой вот образ у меня завершенный получился я решила не клеить себе накладные ресницы для того чтобы вы поняли как выглядит без накладных ресниц вот такие вот своеобразные ну конечно да тут а носибельности наверное и речи нет но в любом случае мне очень понравилось и мне нравится как выглядит будем сейчас ловить переливы я уже нанесла как всегда кика в нейтральном оттенке как базу под тени и начать хочу с карандаша это будет вот этот вот кика просто карандаш из линейки glamouros в оттенке 410 я их использую именно для того чтобы мультихромный оттенок лучше проявлял свои переливы лучше сцеплялся с веком мне кажется тогда именно сама цветопередача как-то выглядит выигрышней в общем наношу я полностью на все подвижное века этот зеленый и так же немного добавляю на нижнее века тоже растушевываю все синтетической кисточкой вот такой из urban decay у меня какой-то палетки было и далее буду начинать с теней беру свою палетку клубные пила хочу набрать вот этот вот прекрасный зеленый темно-зеленый оттенок зеленки queen of blades он называется на плоскую кисточку буду делать так называемый halo ай с немного добавлением я думаю синего также на внутренние века наношу немножко здесь этот же зеленый оттенок на ту же кисть очень аккуратненько набираю хочу внизу здесь соединить вытираю ту же кисточку и уже хочу взять оттенок void это будет вот этот вот темно-синий оттенок очень красивый его я чуть-чуть совсем добавлю ближе к центру но буквально наверно как такой акцент я не знаю будет ли его видно как-то макияж но мне хочется его немножко сюда добавить и далее я беру кисточку вот такой бочонок и она без какого-либо цвета я буду сейчас пытаться все это дело растушевать и и на такую заостренную кисточку я хочу набрать еще немножко оттенка queen of blades и соединить все-таки вот эту вот верхнюю тушевку вместе и и далее на растушевочную такую кисточку я наношу оттенок gravity и уже буду тушевать его как могу по всей зоне этого темно-зеленого теперь давайте займемся уже центральным веком и я беру вот этот потрясающий оттенок seaweed от джейди glow я пальцем буду его наносить для того чтобы он поинтересней смотрелся этот оттенок кстати мне немного все-таки скукоживает века немного возвращаюсь к оттенку queen of blades на вот эту вот тоненькую кисточку просто здесь хочу подработать края чтобы не так было заметно что у меня кривое нанесение немного этого же оттенка seaweed добавлю наверное на центр века совсем чуть-чуть и на внутренний уголок глаза и под бровь я хочу добавить вот такой вот прекрасный мультихромный оттенок он называется и он от эрам он косметикс я такая прямо какая-то лесная фея сейчас получилась накрашу ресницы подведу лайнером стрелку возможно что-то подрисую зеленым карандашом сейчас посмотрю и наклею ресницы тогда уже вернусь к вам с полным образом ну что я добавила ресницы лайнер еще немного подвела зеленым тем же карандашом что делала базу и вот такой вот образ завершенный у меня получился я надеюсь не отклеятся мои ресницы они уже на последнем вздыхании их помпора выбрасывать но мне очень нравится это что-то такое вообще не знаю ли сноя какое-то весеннее короче говоря понравился этот образ я очень надеюсь что удастся переловить зелено-синий перелив у этого оттенка seaweed в этом макияже я буду использовать жидкий мультихром от наташи деноны посмотрим попробую сделать все таки на сибельную версию и сейчас уже нанесла базу по тени от кика в нейтральном оттенке дальше продолжаю на обычную свою кисточку наберу оттенок pearl из палетки от бекки не придумала другого наношу этот оттенок себе под бровь далее вход идет вот такая вот кисточка это у меня sony g pencil про новинка моя маленькая заостренная и палетка от наташи деноны триохромная я хочу попробовать набрать оттенок скреп и буду наверное затемнять внешний уголок глаза этот же оттенок скреп уже на более маленькую такую тоненькую кисточку я набираю и хочу нанести его на нижний уголок тоже вот здесь затемняю и беру вот эту вот другую свою любимую кисточку от sony g это у меня worker pro на такая растушевочная мультифункциональная и хочу этот оттенок скреп уже растушевать вот этим зеленым который называется в это кстати переводится как зеленый с французского попробую немножко растушевать границы темно-зеленого и также сделаю такую как складку этим же оттенком прохожусь по нижней границе и теперь на подвижное веко я наношу мультихромный оттенок вот этот вот от наташи деноны который называется ультра вайлет буду растушевывать вот такой кисточкой это у меня от urban decay обычно искусственно сейчас посмотрим что из этого получится как я поняла работать надо быстро так отливает что я даже не понимаю как я его растушевала пока в веке мне совсем чуть-чуть вот на этой стороне наверное подживала совсем чуточку да все таки эти мультихромы очень не жуют веки я немного потушу еще темным и зеленым и тогда посмотрим что нанесу во внутренний угол глаза немного кстати для контраста добавлю оттенок scarab вот этот вот посерединке на нижнее веко я конечно не знаю что у меня из такой какафонии выйдет но посмотрим и во внутренний уголок глаза я хочу добавить вот такой вот оттенок от terra moon cosmetics который называется solar flare он ничего не видно да но сейчас вы все поймете на тоненькую кисточку аккуратненько его хочу сюда нанести теперь я накрашиваю ресницы подведу лайнером глаз и уже тогда полностью вернусь к вам этот образ однозначно является для меня дневным абсолютно точно я такое могу носить каждый день и мне кажется именно такой вариант когда вы наносите на подвижнее веко является для мультихрома оптимальный и дающий больше возможности его носить на каждый день вот таким вот получилось мое видео что я хочу сказать по поводу мультихромов так это то что очень сложно сделать какой-то вывод один и сказать какой определенный мультихром надо брать в коллекцию для меня они все однозначно очень важны и я рада что все и у меня в коллекции есть я бы сказала мне было почему-то чуть сложнее работать с жидким мультихромом от наташи у меня он в оттенке ультра вайлет вот этот вот красивый и я точно скажу что это повторение вот этого наверное красивого оттенка color flip он самый такой неоднозначный и все-таки в жидкой версии наташи удалось я думаю его сделать гораздо лучше я здесь вижу однозначно три перелива то время как color flip немного более такой простой это самый наверное колоритный мультихром потому что он получается передается из розового розово-фиолетового в зеленый такая просто контрастный контрастный переход очень интересно выглядит и больше всех мне кажется отливает эти мои мультихромы я тоже люблю но наверное скажем так color flip является не совсем любимчиком но он неплох вообще вот эти мне кажется из триохромной палетки однозначно более носибельные на каждый день и не такие кричащие то ли дело мультихромы от jd glow мне кстати понравилось как они наносятся не только как пальцем так и кистью у них нет вот этого максимального перелива но все равно тени очень достойные красиво переливают я надеюсь я смогла в своих макияжах передать их переливы я все-таки склоняюсь к тому что после мультихромов от наташи эти два мультихрома однозначно занимают второе место после наташи диноны в рейтинге моих схожих теней из-за простоты и удобства работы с ними я однозначно могу их посоветовать единственное что они конечно же немного корчит века но мне показалось что абсолютно все мультихромы кроме наташиных сухих в палетке триохромов не жевали мне века все остальные особенно вот этот и эти два как-то поджевывают века но вроде как потом отпускает вот этот мультихром надо его очень тоненьким слоем наносить как я поняла потому что иначе получается легко зажеванная века особенно возрастное его надо еще быстро растушевывать в том плане что сохнет он моментально здесь же такой проблемы нет они распрямляют в итоге века и тут один такой момент надо их носить конечно же на какую-то базу или подложку лучше всего цветную или базу под глиттер мне кажется да однозначно эти два оттенка хорошо смотрятся этим видео я хочу наверное подвести уже какую-то черту своих всех мультихромов мне кажется я слишком часто их показываю на канале постоянно про них говорю много очень покупала и как-то наверное успокоилась еще у меня есть пигменты мультихромная там и танука но я уже не буду наверное никуда их включать если вдруг я найду какой-то совершенно уникальный для себя бренд или попадется возможно какой-то оттенок то конечно я скорее всего сделаю сравнительные сводчи и видео но пока наверное все закончим эту тематику мне кажется я насытилась оттенками насытилась переливами поняла что для жизни очень важно соблюдать меру потому что как можно было видеть в моих макияжах их носибельными наверное только вот этот можно назвать и все все остальное это конечно же более что-то такое кричащее яркое ну для меня и так нормально я тоже так хожу и ношу я хочу пожелать вам конечно же только самого крепкого здоровья хорошего вам настроения побольше цвета радости пусть будет уже весна в душе мы с вами скоро увидимся всем пока